Всем снова привет, друзья, и добро пожаловать ко мне на канал, где мы с вами бродим по разным улицам, районам, кварталам Стамбула, и не только Стамбула, но и всей Турции. И сегодня, друзья, мы с вами пройдем по всему Босфору, от северной его точки, куда я смог, так, пойдемте потихоньку, куда я смог добраться от Анадалу-Каваы, и выйдем аж в Эминю-Ню, друзья. И многие у меня спрашивали маршрут по Босфору, так, аккуратно, и вот этот маршрут я сегодня выбрал, и, естественно, покажу вам все, все красоты и прекрасности, которые находятся по обеим сторонам Босфора. Так, пойдемте сначала наверх, посмотрим, опа, что там. Ну, пока будет пусто, поэтому есть удобные места, чтобы занять и расположиться удобно. И, друзья, сегодня мы с вами пройдем, как я уже сказал, по проливу Босфор, который разделяет Европу и Малую Азию, соединяющие, друзья, Черное и Мраморное моря. А в паре еще с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является, так, пойдемте вниз, машинный отсек открыт, которое является частью Средиземного, друзья. Красота вокруг просто неописуемая. И на обеих сторонах пролива расположен крупнейший, как вы уже поняли, турецкий город Стамбул, в котором мы сейчас с вами и находимся. Ну, что, друзья, время отправления. Пройдем сегодня с вами по Босфору и насладимся этими живописными видами. Друзья, Босфор является одним из важнейших проливов, так как обеспечивает доступ к Средиземному морю и Мировым океанам большой части России, Украины, странам Закавказья и Юго-Восточной Европы. И помимо сельскохозяйственных и промышленных продуктов, большую часть в экспорте через Босфор играет нефть из, как вы уже понимаете, России и Каспийского региона. Да и вообще, Босфор всегда имел большое значение с торговой, военной точки зрения и также сейчас остается стратегически важным объектом. И это единственный морской путь для Болгарии, Грузии, Румынии, Украины, а также важнейший путь для Российской Федерации, друзья. Посмотрите, там уже начинается Черное море, там пролив Босфор берет свое начало. Ну, а мы начали свой путь от северной точки, куда я мог добраться, а на долу Каваи и идем с вами на юг. Пролив Босфор занимает особое место среди известных и наиболее таких трудно проходимых проливов в мире из-за его интенсивного движения транзитных судов и также паромной переправы и мелких судов и течения до аж шести узлов и резких изменений погоды в осенний и зимний период. А еще многие судоходные компании рекомендуют своим капитанам использовать лоцманов для транзитного прохода через Босфор. Сама транзитная скорость в проливе должна быть не более десяти узлов и за проход через пролив взимается, естественно, сбор в сумме около одной тысячи долларов, ну, в зависимости от класса судна. И изначально пропускная способность пролива составляет 25 тысяч судов в год. Ну, в сам год через Босфор проходит намного, конечно, более 40 тысяч судов. И решение проблемы проходимости и загруженности пролива предполагается путем строительства судоходного Стамбульского канала к западу от самого города длиной около, точнее, от 50 до 100 километров. Музыка Музыка А что касается названия Босфор, Почему он так стал называться, то по одной из наиболее распространенных легенд пролив получил свое название благодаря дочери древнейшего аргевского царя. И прекрасная возлюбленная Зевса по имени Ио была превращена им в белую корову, друзья, чтобы избежать гнева от жены, от его жены Геры. И эта несчастная бедолага выбрала вот этот вот водный путь, по которому мы с вами сейчас идем к своему спасению, нырнув в синеву пролива, который с тех пор и называется Коровьим Бродом или Босфором. И древние греки также называли пролив Босфортом фракийским. Почему фракийским? Чтобы отличить его от Босфорта кемерийского. Босфорт кемерийский сейчас называется Керченским проливом. Друзья, длина Босфорского пролива около 30 километров, ну если бы точнее, там 29,9. Максимальная ширина пролива 3,7 километра на севере, естественно, а минимальная, самая узкая его часть, около 700 метров. И максимальная глубина, кстати, вот посмотрите парк, сейчас будет от АКТП, вон флаг красный на горе. Там мы с вами гуляли буквально два видео назад, ссылку я и поставлю здесь в подсказках и под этим видео. Максимальная глубина пролива Босфор 120 метров. Друзья, обязательно, кто прилетает, приезжает в Стамбул, возьмите, я не знаю, экскурсию какую-нибудь. Очень многое в Именюню, в Искерисе, скажите мне по-русски. На причале Именюню, на причале Каракея, очень много разных туров. А кто хочет просто отправиться, как я, на прогулку за абсолютно адекватные деньги, также от Именюню, вы можете взять, точнее сесть на Вапур до Анадалу-Каваы и отправиться по всему Босфору на север и оттуда также этим же путем. А из азиатской части от Искюдара до Анадалу-Каваы. А вот сейчас смотрите Румелихи-Сары, это крепость, мы в ней как-то тоже с вами уже гуляли, в видео про Бебек, точнее в Бебеке, но по верху, по стенам, по-моему, еще гулять нельзя. А напротив, это на европейской стороне, Румелихи-Сары, а напротив, есть Анадалу-Кисары, мы там тоже с вами гуляли, как раз в предыдущем видео, которое ссылку я вам оставил. Вот эти две крепости были такой оборонительным щитом или защитным щитом в проливе Босфор, друзья. И вот такая вот красота нас окружает. А по обеим сторонам Босфора расположены очень много разных пристаний, где можно сойти с парома в любой момент, погулять и уехать обратно. Друзья, сейчас мы отходим от пристани Арнавут-Кой, один из тоже прекраснейших микрорайонов, в котором мы с вами гуляли. Ссылку также оставлю под видео в описании, вы только посмотрите на эти дома. Тут можно приехать, отведать морепродуктов и погулять по таким тихим старинным улочкам. Ну а после можно пройти вдоль набережной несколько километров, наслаждаясь этим прекрасным чистым морским, таким, знаете, соленым воздухом и рассматривая яхты, архитектуру и достопримечательности на разных сторонах, на обеих сторонах великолепного Босфора. Босфором. А тем временем, друзья, мы с вами прошли под мостом, который называется мост 15 июля, или турецкое его название Онбечтэмусща-Хитлеркью-Пуссу. Это один из трех мостов, соединяющий европейскую и азиатскую часть, и был открыт в 1973 году в честь 50-й годовщины основания Турецкой республики. И сейчас вы можете наблюдать мечеть Ортакёй, или, как ее еще называют, Биюк Меджиде Джамми, 1853 года постройка по приказу султана Абдулмеджида I. И архитекторами были два армянина Балян, которые создали эту мечеть в стиле нео-барокко. И мечеть, расположена прямо на берегу Босфора, является одной, наверное, из самых фотографируемых достопримечательностей Стамбула, как вы уже, наверное, знаете, благодаря своему живописному расположению. В 1453 году Османская империя завоевала Константинополь после продолжительной осады, в ходе которой османы построили укрепления по обеи стороны пролива Босфор, которые мы с вами уже видели. Это Анадолухи Сары 1393 года и Румелихи Сары 1451 года постройки, готовясь не только к основной битве, но и к установлению долгосрочного контроля над проливом Босфор и, естественно, проходящим через него водными путями. Вместе с первым путешествием Христофора Колумба в Америку в 1492 году, завоевание Константинополя в 1453 году считается одним из событий, положивших конец Средневековью и ознаменовавших переход к Ренессансу и эпохе открытий. А в период своего расцвета Османская империя использовала стратегическое значение Босфора для расширения своих региональных амбиций, ну и, естественно, установления контроля над всей акваторией Черного моря, который, кстати, они считали османским друзья-озером. А сейчас мы подходим или подплываем тоже к одной из таких значимых красивых достопримечательностей европейской части Стамбула – Дворцу Чиран. Когда-то это был дворец, а сейчас это пятизвездочный отель. Построен был в 1867 году и выполнен в стиле нео-барокко, естественно, с элементами османской архитектуры. Друзья, ну а позже пролив Босфор, конечно, контролировался разными договорами, разными конвенциями, ну а после Первой мировой войны Сербский договор 1920 года демилитаризировал пролив и сделал его международной территорией под контролем Лиги Наций. А в эру уже Турецкой республики с 1923 года, ну и по настоящее время, в соответствии с Лозангским договором 1923 года, проливы возвращались, я имею в виду пролив Босфора и Дарданеллы, возвращались уже во владение Турецкой республики. Однако всем иностранным военным кораблям и коммерческим судам был разрешен свободный проход. В дальнейшем режим судоходства регулировался уже конвенцией Монтрео, и по ней Турция сохраняет за собой право ограничивать морские перевозки государств, не являющихся черноморскими. Друзья, вы, наверное, уже заметили по обеим сторонам Босфора очень много таких деревянных особняков стоящих. Я про них, это называется Ялы, я про них тоже чуть-чуть позже вам расскажу. Продолжение следует... Во время Второй мировой войны Турция сохраняла нейтралитет до февраля 1945 года, и в это время проливы были закрыты для военных кораблей воюющих стран, хотя некоторым немецким вспомогательным судам было разрешено проходить здесь транзитом. А в начале уже 21 века турецкие проливы стали особенно важными для нефтяной промышленности. Российская нефть экспортируется танкерами в первую очередь в Западную Европу и США через проливы Босфор и Дарданеллы. И в 2011 году Турция запланировала 50-километровый канал через Селиври в качестве второго водного пути. Так, а мы с вами идем дальше по Босфору и скоро будем проплывать или проходить, как правильно, великолепный дворец Долмабахчи. Это один из самых роскошных и значимых дворцов Османской империи и является выдающимся примером архитектуры XIX века, сочетающим в себе элементы неоклассицизма, барокко, рококо и, естественно, османского стиля. Построен был в 1856 году. Архитекторами выступали также семья Болян и не менее известный Джеймс Уильям Смит. Этот дворец был построен, чтобы заменить старый дворец Топ-Копы, который больше не соответствовал требованиям, ну, так сказать, современного времени. И дворец Долмабахчи стал символом модернизации и, так сказать, европеизации Османской империи в XIX веке. Ну, а перед тем, как мы перейдем к информации, к фотографиям этих самых тоже уютных османских деревянных домов по берегам Босфора, я хочу напомнить тем, кто собирается приехать в Стамбул, арендовать хорошую недвижимость, либо приобрести недвижимость в безопасном сейсмоустойчивом СТ, я всегда советую обращаться в проверенное агентство Luxury Homes. Менеджеры в любое время дня и ночи проконсультируют вас, ответят на все ваши вопросы, посоветуют, подберут и на всем этапе оформления сделки, до получения вами ключей, будут курировать вас и никогда не оставят в непонятной ситуации, ну, так сказать, в беде. Поэтому, если у вас есть возможность и желание жить в Стамбуле, жить в Турции, жить безопасно, в хорошем охраняемом СТ, все координаты сейчас вы видите на экране, также продублирую в описании под видео. И еще, друзья, с недавних пор агентство Luxury Homes помогает с оформлением вида на жительство в Турецкой Республике. На берегах Босфора расположены многочисленные исторические и культурные достопримечательности. Вдоль обоих берегов Босфора расположены разнообразные виллы, известные как Ялы. Это уникальные архитектурные строения, представляющие собой исторические деревянные виллы, расположенные на берегах этого великолепного пролива. Эти дома, известные как Ялы, играют важную роль в культурном и историческом наследии Стамбула. Они являются примерами османской архитектуры и часто ассоциируются с жизнью османской аристократии. Ялы начали строиться в 17 веке, когда османская знать и богатые горожане начали возводить летние резиденции на берегу пролива Босфор. В 19 веке строительство Ялы достигло своего пика, когда были построены самые известные и роскошные виллы. Архитектурный стиль Ялы сочетает элементы традиционного османского зодчества с влиянием европейских архитектурных стилей. Эти дома обычно строились из дерева и имели просторные террасы и балконы, естественно выходящие на Босфор, что позволяло наслаждаться живописными видами и прохладным бризом. Ялы часто украшены разными деревянными элементами, имеющими высокие потолки и большие окна. А первоначально Ялы служили летними резиденциями для богатых семей, где они могли отдохнуть от городской суеты и насладиться стопочкой ракы. Сегодня же многие Ялы по-прежнему используются как частные резиденции, хотя некоторые были уже преобразованы в музеи, отели и, естественно, друзья, рестораны. А сейчас, друзья, мы с вами уже проходим, проплываем Галатопорт, известнейший когда-то, существовавший только, точнее функционирующий только как порт. Там вот видно мечеть Джихангир. А сейчас это громаднейший торговый центр, люксовый, место скопления такой элитной молодежи, да и туристов с иностранными разными магазинами, кафе-барами и ресторанами и лайнером пассажирским. Обычно их тут стоит несколько, но сегодня мы с вами лицезреем только один. Друзья, по традиции все фотографии, да и не только которые в видео и другие, вы можете, подписавшись на мой телеграм-канал, посмотреть там, почитать какие-то мои посты, поэтому не пропустите. Ну, а мы проходим потихоньку параллельно району Искюдары, параллельно району Каракёй, который я видео тоже сниму немного позже. И потихоньку будем скоро пребывать в Именюню, в район уже Фатик. Друзья, в конце я скажу, сколько мне денег стоила эта поездка. Она занимает около полутора часов, это как-то видео, я, наверное, забыл, гораздо немного покороче, чтобы это было более так информативно. И в самом конце скажу, сколько мне это стоило. И обязательно вам стоит посетить и пройти по проливу Босфор, потому что здесь очень много разных достопримечательностей, которые я просто физически не могу разорваться из двух сторон, вам снять и все рассказать, но сами вы обязательно должны пройти по всему проливу Босфор, также посмотреть Золотой Рог и уже само место слияния, точнее, соединение пролива Босфор с мраморным, друзья, морем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот он и известный Галатский мост, район Биулу с Галатской башней и мы потихоньку пребываем в Эминюню. Вот эта часть, кстати, центральная, кто меня давно смотрит, я снимал видео про Биулу, про Галатский мост, эта центральная часть, она до сих пор разводная, то есть действующая для прохода крупных морских, хотел сказать, воздушных судов, друзья. Красота, просто красота и величие Босфора. Кстати, за Галатским мостом это уже залив Золотой Рог, а вот и Эминюню. Ну что, подошел к концу, у нас сегодня такой экскурсионный небольшой тур по проливу Босфор, друзья. Всем спасибо большое, кто досмотрел, спасибо за ваши комментарии, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой телеграм-канал, а у кого есть желание поддержать меня финансово, поддержать мой канал, всегда можете подписаться на Бусти, ссылку, QR-код, точнее, вы видите сейчас на экране, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Вы можете просто отправить донат, либо пооформить месячную подписку, и тем самым наши с вами собранные финансы пойдут на, посмотрите, какая красота, на освоение, осмотр, прогулки по новым городам и местам Турции, друзья. Ну а бонусом, если вы подпишетесь, оформите подписку на моем Бусти-канале, либо же, если вы не в Российской Федерации и оформите спонсорство здесь, на Ютубе, ссылку также оставлю под видео в описании, вы получите доступ к моим личным видео, не просто о Стамбуле, а обо мне, о моей жизни, о моих каких-то взглядах, ну и так далее. Там тоже мы с вами можем что-то обсудить, что мы здесь в общем доступе не можем обсудить, друзья. Все, выхожу я в Эми-ню-ню, прыгаю на транспорт и еду домой в азиатскую часть. Еще раз громадное всем спасибо. У кого появился интерес к Стамбулу, к Турции, не переключайтесь, в конце вы увидите мои рекомендации, видео с канала, которые, я думаю, вам также будут очень интересны. Все, друзья, вот с таким красивым видом наш транспорт я это видео завершаю. Всем мирного неба над головой, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok